Субтитры сделал DimaTorzok Добрый вечер дорогие друзья, рад приветствовать вас снова на трансляции RUHUB и польское дерби на ваших экранах АТБ против Pride Фух, жара намечается опять-таки, третья игра за сегодня в рамках GOCL 5 сезона на ваших экранах И на ваших глазах будет происходить невероятная польская резня сегодня вечером только для вас, только для зрителей канала RUHUB Фух, и совсем немножко и мы начнем В общем-то уже матч начинается и посмотрим, посмотрим Ну у нас есть на самом деле есть небольшой фаворит по коэффициентам, это команда Pride, но тем не менее Посмотрим на что способна АТБ и поляки будут разбираться на карте DemiRage в данном противостоянии И уже есть минус от Тецека, выход в Афленк есть Хорошо, Тецек минус второй сделал, отлично, просто расконтролил, как бог, давай последнего Ох, не хватило чуть-чуть Тецек, ох, браво, браво Просто минус 4 и это было просто супер Тецек просто класс Что ж, пока представлю команды, Pride будут начинать в Атаке, Репо, Камил, Редзард, Морельдзен и Эксос АТБ же представляет Мичи, Понцек, Дарко, Мэти и Тецек Кстати, этот парень сделал просто невероятную грязь на Апленте и очень круто на самом деле расконтролил все Здорово, на самом деле очень здорово Что ж, и второй раунд, второй раунд на ваших глазах будет происходить в данный момент, в данном польском противостоянии Именно здесь, на Мираже будут выясняться, кто же сильнее, АТБ против Pride Пока Тецек решил, что, ммм, эти коэффициенты более выгодные для Pride И говорят о том, что должны они брать нормально-таки эту игру довольно легко Тецек опять делает два отличных минуса на Апленте Правда, уронили его Редзард, минуснул Тецека, ситуация 3 в 3 Но два красных игрока у игроков команды Pride Есть Мэти, который выходит с шарта, минусует Репо И, ну, проблемы, на самом деле, вырисовываются опять-таки товарищи из Pride Есть подобранная М-ка, есть Тек 9 у товарища Эксуса Ну и посмотрим, что же будут дальше придумывать эти ребята Остались они вдвоем, красные И проблемы, на самом деле, начинаются у них довольно-таки серьезные Потому что до конца раунда не так уж и много времени остается 40 секунд, не супер много Два красных игрока и, ну, такое Есть одна флешка только И большие проблемы Особенно, когда Мэти поджимает андерпасс И готов просто делать кашу из своих оппонентов Два минуса Мэти Отлично законтролил свой девайс Сделал два хороших минуса А ТБ забирают уже второй раунд И нормально-таки все у них получается Что ж, полный экономический в исполнении Pride сейчас на ваших экранах будет происходить Что же будет дальше, мы увидим совсем скоро Пока ТБ, ну, в особенности Тецик делают просто сумасшедшую игру Дарк уже два минуса есть на метле Ну, как бы там арморов нет, перспектив тоже особо нет Мичи там выходит, делает еще грязь Дарк отличный хэдшот И тут просто реп вылетает с ножом, как Рэмбо Последний герой остался Решил, ну, нашел сыграть на хайлайтик Не совсем получилось у него Но, тем не менее Тем не менее, все хорошо А ТБ забирают третий И все нормально у этих ребят Без проблем расправились они с экономическими своими оппонентами Те пытались законтролить мидл И не особо у них вышло Там просто Дарк вышел И пострелял всю кучку оппонентов Очень хорошо законтролил свой фармаз И все было здорово в исполнении игроков команды АТБ Тем временем, главный МВП пока этой встречи Тецик отваливается первый Мичи делает три минуса Отлично, но фармил еще один жад Тут просто баканалия на Аплэйте происходит Мэти перестреливает Тексуса Последний остается Рэпа В пите, есть по нему информация Откинул флешку Ну и тут надо опять что-то придумывать Каждый раз игрокам команды Прайд Надо что-то придумывать Ну, тут на самом деле, может быть Стоит задуматься вообще, в принципе, о тимплее И что делать, куда бежать И куда кидать гранаты Неплохой минус по Мэти Наказал он за довольно ретивую игру этого товарища И один в один уже ситуация На самом деле не стоило Мэти так нагло вылезать на него Потому что, ну, ситуация не самая лучшая Тем более он там был не флухиповый Понзик остается последний Как бы мобильности у него тоже как таковой нету Есть АВП в руках Но фл раскид по гранатам А бомба тем временем на Б-планете уже Как бы В общем-то Все Репа остается законтролить Понцика и Первый раунд Первый раунд возьмет Соляного Репа Ну, не стоило на самом деле так верить в себя Слишком агрессивно играть И скорее всего Репа здесь накажут Не совсем понимает Понцик Где его оппонент находится Но Немножко не по таймингу вылез Репа Пытается его замансить Скорее всего замансить Нет Выживает Репа Остается 3 хп Есть еще ХЕ-шка Браво Товарищ Соляного затащил раунд для своей команды Это очень здорово на самом деле И наказал за сверхагрессию своих оппонентов Что тоже очень здорово Поставил на место Товарищ, ты там Слишком агрессивно играешь Ты не совсем рассчитываешь свои силы Пожалуйста Дай мне забрать раунд Я это сделаю Все круто Очень здорово сыграл Персональная игра Очень классная на самом деле В исполнении этого товарища 3-1 счет Прайд пока Ну взяли раунд Возможно увидим Какую-то линию Тецик пока ведет Настрелял он в первых двух раундах Невероятное просто Дикое количество фрагов Ну и да Как мы видим Дарко его поддерживает 5-3-1 у него идет Минус он уже в этом раунде свой сделал Репа отвалился Фух Проблемы опять-таки Начинаются управиться С самого начала этого раунда Как бы Минус 1 и 4-5 Не так уже хорошо Хотя террористы Как бы могут выйти В любой из пунктов Но тем не менее Не так все хорошо Как могло бы быть Но у Дарко свои планы На эту игру Свои желания Свои амбиции И В начале пятого раунда Он уже Свои желания и амбиции Как минимум На половину Возможно на третье Реализовать смог Без проблем Реализовал Кстати он Не только свои амбиции А реализовал Также снайперскую винтовку Мичи уже готов Принимать коннектор Отлично Минус По Эксусу Но что произошло Пока он минусовал Успели разменяться Очень странно На самом деле Камилу тут еще Минусует Мэти Понцик минусует Морелла Ох Ну Камилу тут не дать Надо сыграть абсолютно Потому что была информация По нему И такое себе Дарко тут без проблем Закрылся С снайперской винтовки Своего оппонента Но Так или иначе Карт-бланш Немножко Подпродали Игроки Команды АТБ Могли Наказать Прайда их За такую Оплошность Когда Выходили из коннектора Вроде все Без проблем Он принимает Все хорошо Но Пока он принимает Отваливается Один игрок Команды защиты Собственно ВТФ Произошло Непонятно Особенно Я думаю Для Игроков АТБ Так уж точно Дарко находится На медле Пытается Выцепить кого-то Ну пока Там тишина И Ребята пока Пытаются играть До контакта Основной стэк Направляется На Бэя Ну и пока Просто занимает Апартаменты Для того чтобы Возможно Аркаду какую-то Выцелить Не так все хорошо По девайсам Куча тэков Там 4 тэка Есть у Эксуса Один дигл Ну и такое На самом деле Есть небольшие Раскиды Также у Морел Там Нормальный раскид Есть Есть пара флешек Есть смок Можно нормально Закидать Бэплэнд Выйти Довольно комфортно Тем более Тэки под Бэплэнд Довольно вкусная вещь Он пытается стреляться И делает огромную ошибку Отдается На Бэплэнте Есть подстрахующий Мэти Но Мэти не так хорош Как мог бы быть Потому что Ну Продали своего тиммейта Это Не самое лучшее Редзер тут еще выходит Минусует Мэти Дают поставить бомбу И боже Ну просто Танцы Мансы На Бэплэнте В исполнении команды Брайт И ситуации Выжимают максимум Тут еще Стреляется Дарк Не получается у него ничего И забирают второй раунд Прайды молодцы А вот Принимающий Бэплэнта Не молодец Пошел стреляться На уверенности На характере И ну Такое на самом деле У него получилось Не самое лучшее Просто так продался А Тэки Очень здорово реализовались На Бэплэнте Кстати Напомню Это польское ДРБ АТБ против Прайд Гоу ЦЛ Пятый сезон Бест оф 1 серия Третий матч Сегодняшнего вечера И заключительный Нас ожидает Трикет Против Дикаут Кстати Там есть тоже небольшой Ну Довольно очевидный фаворит Это Трикет Но Как оно будет Увидим Не всегда статистика Говорит о том Что Говорит правду В первую очередь Потому что статистика Вещь довольно таки Статичная И Не всегда она бывает Говорит те вещи Которые будут В исполнении На ваших экранах Смотреться Что ж Эксус делает минус подарка Остается Ситуация 4 в 5 Дарка Отваливается И Как такового Байт У АТБ Нет Деньги Кончаются Ребята Да По деньгам Действительно Все плохо У игроков Команды защиты Ну и У прайдов На самом деле Не лучшая ситуация Довольно таки Посмотрим У Камилы Есть АВП И Товарищу Камилу Нужно как то Его реализовывать Потому что Ну АВП Оно для того И покупается Чтобы попробовать Какой то сделать Опен фраг Хорошая флешечка Отлично Зафлешили Мичи Падает И 3 в 5 Будут уже Начинать Эту борьбу За АПЛЕНТ Игроки Команды защиты Раскидывают Атакующий АПЛЕНТ Все отлично Задымили Тут Хороший смог Дальпан Падает Тетцик с ЦЗ Пытается Выцепить Ближнего Какого то Нашел Красного Морелла Все хорошо Камил будет Перетяжку Убивать Хорошо Мэти падает Есть инфа Что на Медле Находится Снайпер Но Так или иначе В принципе АТБ Все это Не очень то Должно помочь Потому что Ситуация Довольно тяжелая У Тетцик Есть ЦЗ Но Еще и Скаут Подобранный Кстати есть Второй армор Но ХП у него Абсолютно Достаточно Ох Камил Камил Хорошо Забрал Тетцик Он Последний И Брони у него нет ЦЗ В руках В голове Полный Беспорядок Куда делись Все тиммейты Почему так быстро Все попадали Все ушли В незабытие Ну и убили Только Морелла На самом деле У Прайдов Все хорошо У них Оставили для себя Кучу денег Там еще Редзерт Подобрал М К себе Ну и Все нормально Еще кстати Последний Вапонцик Убили Все здорово Все здорово У Прайдов Начинается И Вот она Камбэчная Началась У атакующих Нормально так Взяли Три раунда Там небольшая Качелька была Но в целом 4-3 И рабочая ситуация Для облых команд Правда вот С деньжатами Это проблемы Причем Проблемы Довольно серьезные У АТБ Конкретно Просели они По экономике Будут играть Экономически И в следующем Скорее всего Не особо комфортных Бай ожидает Да Ну как бы По 2000 Там насыпят еще По 2 Плюс-минус И Ну не все так будет Здорово Как хотелось бы Для игроков команды защиты Что ж Выход пошел У нас в бэплент Раскидывают бэплент Отрезают смоком Шорт Не знают об игроке Команды защиты Вплотную Но Понцик не реализовывается Никак Камил также Еще закрывает И кухню Ох Жара-жара На бэпленте Так уж точно Произошла Есть еще игрок В атаке В медле Понимает он Что Есть окно Там Живые люди А именно Двое игроков Ну нужно попытаться Размансовать Как Мичи Продал своего тиммейта Просто так Они могли просто С двух сторон Выбежать И пытаться Как-то там Размансить Но Такое На самом деле Морал тут Все понимал Из-за контроля Очень классно Даже последний Остается 5-7 Никак не реализовывается И вот оно 4-4 Моментальная Камбэчная От Прайд Наказывают они За оплошности Своих оппонентов Ну и Последние несколько Раундов Тетска Мы абсолютно Не видим Чуть подскатился Этот парень Да Но За первые Два раунда Ему можно абсолютно Круто похлопить Потому что Сделал просто Колоссальное Количество Работы И сделал Нужный максимум Для того чтобы Взять раунды Особенно Ну такие важные Как пистолетный И последующий Поэтому Ну конкретно Его персональная игра В начальных раундах Была очень крутая И все здорово Сделал Опять раскидывает Оплент Смог на голову Ложиться Будут выходить Основным стеком Из пелоса Есть моментальный Минус Тетска Отлично Закрывает Мичи под балконом Делает два минуса Здорово Еще и моменталочку Откинет сейчас Но не дадут ему Не дадут Под моменталочку выйти Кэмилл Находит голову Аппонента Мэти падает 2 в 3 ситуация Смогами джангл Отрезан Как раз там таки Находится Вся основная хлопа Под сити Также Мансует там понцик Хорошо так Мансывал Сделал минус по Мореллу Еще и минус по Рэпу Ну такое На самом деле Кэмилл последний Остается Снеперская винтовка В руках Ну бомба поставлена Бомба тикает Так или иначе Игрокам Команда защиты Надо идти Выбивать ее Понцик остается последним Садится на морозе Дефьюзить Но понимает Понимает Это Кэмилл И не особо идет Очень странный мув Я ждал От понцика Такой агрессии Ну и нормально Кстати дефьюз китов То у него нет Могли бы Чуть подольше Помансываться там И возможно Прайды смогли бы Затащить еще и Пятый Но понцик Думает по другому У него все хорошо Он нормально таки Клевый мув сделал И забрал своего оппонента Забрал еще Бомбу задефьюзил Все круто И посмотрим Что у него Со статистикой Кстати Ну статистика Такая себе Но почему-то мы Довольно часто На нем фокусируемся Хотя она на последнем месте Идет Но тем не менее Возможно Какую-то Интересную работу Интересная задача У него на этой карте Посмотрим В любом случае Это польское дерби Которое очень интересное Я думаю Ребят Пару хайлайтиков Нам точно сегодня Оформят Посмотрим Как это будет И Особенно Меня интересует Как будет играть Тецик Скорее всего Под бплентом Будет принимать Биэпсы И Возможно Там он найдет Свою пару жертв Пока бомба валяется Особой агрессии Ни от одной Ни от другой команды Нет А Тецик Тем временем Будет принимать Выход с пита Ну да По пленту На самом деле Есть претензии Там Последние несколько раундов Тецика Вообще без шансов Закрывали И как бы Окей Тецик отваливался Все шло наперекосяк У АТБ Но потом Маленько Реабилитировались Польские ребята Которые играют За сторону защиты И польские ребята Кстати играют За сторону атаки Что ж Не торопится никуда 45 секунд До конца раунда Остается Ну и нужно Какой то вектор атаки Выбирать ребятам Потому что Не так много времени Часики тикают Бомба не установлена И Даже плент еще не занят Камил тем временем Выходит с шарта Понтик моментально Минусует Камилу Хороший головошот И АВП не зашло Не зашло ВП Зато зашел Эксус Коннектор Минуснул митчу А Тецик реализовал Свой Максим Все хорошо Подформил немножко Деньжат Правда Эксус Еще забирает второго Окей Ох-ох-ох Отличный молотов Прилетает под джангл Ну и Посмотрим на что будут Способны ребята Моменталочка Залетает из коннектора Будут выбегать Ну пытаются Не надо конечно Мутаться Есть Мансы от Редзарда Никаких шансов Они Не приносят ему Положительных Есть минус От игроков команды Защиты понцы Кстати в этом раунде Сделал уже минус 2 Хорошая флешка Понимают Что есть один игрок В пите А вот по второму Как раз таки информации Нету И самое интересное Что он слепой Но Там уже бомба Дефьюзится И на самом деле Она просто сейчас На морозе раздефьюзится Нет не поверил Хорошо Браво морел Здорово сделал Ну На самом деле Там ошибся игрок Команды защиты Надо было просто сесть Там на броне Дефьюзить И Будет что будет А он Ну как бы такое Подумал что Пойдут у него В атаку В агрессию Но Его просто Заигнорили И такие Ну Сел дефьюзить Окей дефьюз Давай Ну Такое Майт геймс В исполнении Обоих коллективов Мы увидели только что Ну и Камил Будет уже открываться Ох Еще не ждет У второго Как раз таки И не ждет Ничи делает Минус по Камилу Ну Разменялись Правда Мэти еще есть Практически Красный 28 кп У этого парня Остается Отлетает он Есть И в ТЦ КТЦ Просто с какими-то Дичайшими Дивайсами Гоняет Постоянно У него там Дробовичок Мак 7 Тут нова Подъехала Все хорошо Кстати Что самое интересное Игроки Команды защиты Взяли по 2 клаша Нормально Так Дроб выбили Подобрали Все хорошо И арморчики Есть Можно воевать Вполне себе Комфортно 5-5 На табло И 3 в 3 Ситуация Довольно в равных условиях Находятся оппоненты Я бы не сказал Что Ну кто-то здесь Определенно фаворит Кто-то Ну такое Послаб же Нет Все нормально ТЦ Тем временем Еще и Пропушил Теспаун Дает информацию Своим тиммейтам Типа Ребята Тут походу Нарисовывается Middle B Ну что-то такое В любом случае А Эксус ждет его Отлично По 250 Залетает На ура Ну а Тэцик Со своими Супердевайсами Как-то не особо Справляются Последнее время Правда Сделал В прошлом В прошлом Раунде Минус Маг 7 Но Нова не так просто Дается как Маг 7 Последний Понцик Калаш в руках Ну и скорее всего На сейв Товарищ Пойдет Потому что Каких-то идей Я думаю Что суперских У него нет Даже и Особого понимания Куда пошла бомба Ну Вряд ли у него Тоже есть Нашел своего Тиммейта Нова тут Валяется Товарищ Понцик Это никак не смущает Выходит под мидл Ну и морал Здесь Джанг Находится Ближе к окну Возможно Пойдет смотреть Аккуратненько Шорт Ну а Понцик Решил Не мудрство Лукаво Засейвить Такой важный Калаш Есть также У него еще Молотов В кармане На всякий Пожарный Как говорится Молотов На всякий Пожарный Именно так Хорошо Так Что по деньгам По деньгам У прайдов Ну морала Там есть Четыре с половиной Две пятьсот У Редзарда Ну так Сейчас еще насыпят Более менее В принципе Все не так уж и плохо Учитывая что Втроем еще выжили Что тоже круто На самом деле Ну и нормально Так бы устанули Свою экономику Бомбы поставили Взорвали Все хорошо Ну и потихонечку Будут выравниваться Если сейчас еще возьмут Раунд А он скорее всего Будет за прайдами Потому что Практически Полный экономический За исключением Понцика Который там Всеми правдами Неправдами Засейвил свой Калаш Будут исполнять Экономически Ну там С двумя пистолетами П250 СЗшка есть Есть выход От Камила Ну Моментально Законтролили Вот Просто откинули Там Все гранаты Которые есть Хороший выход Понцик реализует Калаш Отличный Минус второй Просто Бэпс рассыпаются Понцик делает Два важных минуса Дарка заходит В спину Никак не ждут Его Но Не залетает Сьюспи Камарел Минусует Дарка 4 в 3 Ситуация Ну и походу Цецка слышал Товарищ Шекс Сейчас будет Просто пенетрилить Его в голову А именно Своим веслом Которые в простонародье Точнее весло В простонародье Атака ВП Окей Мэти П250 Мичи ЦЗшка И Калаш Понцика 3 в 3 Ситуация 58 секунд До конца раунда Можно развернуться вообще абсолютно В любую сторону Игрокам команды Прайд Ну и Стоит подумать о том Чтобы засплитить Один из пунктов На самом деле И тут Такая опасность Присутствует В плане того Что Понцик Все это понимает И есть Есть контроль Но не дали Сделать больше минусов Морел минусует Понцика Морел также Еще разваливает Мэти Остается последний Мичи Ну и этот товарищ Уже ничего сделать К сожалению Для АТБ не смог Седьмой раунд Прайды берут Седьмой раунд И довольно таки Неплохо Бустят свою экономику Семь тысяч Морел есть Там около Четырех тысяч Рэпа Ну и Пара очень Небогатых товарищей В исполнении Эксуса И Камила Ну а дальше Посмотрим Как оно будет Тем не менее Неплохая игра Но Товарищ Понцик Мне нравится Но самое интересное Что Несмотря на Всю эту Происходящую местами Вакханалию Тетику Такое хорошее Начало было Но выключили его Бесповоротно Пропал куда-то Товарищ Тецек И не совсем Понятно Вернется ли он Вообще В игру Там как он Настрелял С самых первых Раундов Сколько Около восьми Да по-моему Около восьми Фрагов Так у него Практически То же самое Остается Уже на протяжении Тринадцати раундов Да Вот действительно Аватарка Говорит ему О том Что Закрыли Закрыли этого парня Не дают ему Абсолютно играть И Прайдам это На руку Очень на руку Потому что Мы видели В первых двух раундах На что способен Тецек А он способен На то Чтобы просто Раздевлять И властвовать На карте Мираж И Вести Свою польскую Пятерку К победе Соответственно Уничтожать Своих Оппонентов И соотечественников В лице Команды Прайд Посмотрим Опять таки Не торопятся Никуда Игроки Атаки Для них В принципе В этом раунде Все более чем Хорошо Под Бэплэнд Собираются Выходить Судя по всему Или решили Просто На развод Взять Посмотрим Лепа пока Смотрит аркаду С Пелоса Ну и Не совсем понятно Бомба на самом деле Просто под Бэплэнд Уже на морозе бежит Аплэнд раскидали Понцик не дает Выйти Эксусу Ну и Проблема Проблема Камил тем временем Выходит с пита И тут Проблема У тех и у других И не совсем понятно Что нужно делать Куда приходить Мичи Хорошо расстреливает По своему оппоненту Морел ставит Жирную точку По голове Мичи Правда Камил Рэп Практически все игроки Красные Там Морел Вообще Чуть больше 50 хп А остальных Там 37 и 6 У Камила Хороший Молотов Отлично Дарк откинулся Остается последний Камил 6 хп Остается у него Ох Ну и слышали его Слышали Апонцик делает Хороший головошот По Камилу И 6-7 И вот опять Потная заруба На ваших экранах Сегодня кстати Стоит отметить Что все игры Которые проходили Сегодня Они все проходили Очень круто И довольно В напряженной борьбе Потому что Ну что на массе Сыграли там Конечно они выиграли Чуть более там Пару раундов Преимущество Но тем не менее Ребята из ВВС Довольно таки неплохо Иногда давали отпоры И местами очень круто Показывали свою персональную игру К сожалению Но не тимплей Следующая игра у нас была СНГ Против Ну Питерцев Скажем так Там тоже на самом деле Все было неплохо И заруба была более чем потная 16-14 счет И Очень круто Ну и здесь опять же 6-7 Ну Команды реально стоят Друг друга примерно Одного скила И это здорово На самом деле Что нет Каких-то явных фаворитов Которые там Готовы просто Заходить на карту 16-0 Расправляться С моими оппонентами И Выходить львами Ну Против тигрят Маленьких И неготовых Это здорово 6-7 Все круто Пока 5-5 Размены не произошло Рэпу уже В Апартаментах Наводят шороху Также есть Эксос В Пелосе Мичи тут готов Его принимать Ну и пока не торопится Опять же Такая вязкая атака У прайдов Ну Насколько она оправдана Конечно Это вопрос Но Тем не менее 7 есть 7 неплохо И Практически первая Половина Возможно таки Уйдет Прайдов Хорошие выстрелы Морелла В голову Своего оппонента Рэпу тут наказывают За агрессию Понцика И Эксос Минусует Тецека Тецеку вообще Играть Не дают Дарка Отстреливают Эксуса АВП работает Рэпу вылетает Просто На морозе Убивает Мэйд Здорово Забирает Ну Рэпа вообще Не остановить В этом раунде Мичи остается Последний Мочка в руках 4 в 1 Ну и Как-то грустненько Я думаю Сейчас Мичи В данной ситуации И позиция плоха И вообще Вопросов много На самом деле И Бплэнд Полностью занят Как выбивать Вообще непонятно Ну и По хп на самом деле У игроков команды Прайд Все более чем Неплохо Рэпа Единственное что Имеется там 42 хп у него Ну и теперь Есть информация По Мичи И Тут может Камил просто Поставить жирную точку Слышал он Скоуп своего оппонента Поэтому Выбегать яму Не собирается Товарищ Мичи И Скорее всего Просто засейвит И Прайды уже будут Лидировать В первой половине Так уж точно Восьмой Они забирают Свою копилочку Мичи последний И здесь Только сейв И это самое лучшее Что он может придумать Захидывают Не дают Вообще Никакого Прохода Товарищу Мичи Тут еще и Камил пытается Как-то выстрелить Настрелить Там Прочекать Ну Такое себе Восьмой раунд За прайдами И Последний раунд Первой половины На ваших экранах Будет происходить Один жат Нет Динжат У АТБ Вообще Нет Ну То есть От слова Полностью И Есть Очень странный Девайс Опять-таки От Тэцика Он как-то Вместе с Понциком Они мне Очень Забавно Как-то Может быть Нитнейм Или забавно Не знаю Но Как-то Они вообще Такие парни Тэцик Просто гоняет Стэн с дробовиками И Ну Особо Пардон Пардон Хорошо Тэцик Реабилитировался Рэпо Минуснул Морел Так же Своего оппонента Тэцик Боже Что ты делаешь Я же только хотел тебя похаять А ты сделал уже второй минус Второй в голову Нового здорово реализовал Подобрал калаш Фух Ну и судя по всему 6-7 Нас ожидает Очень жаркая встреча Опять-таки Ну Поляки Такие нормальные Плотные парни Готовы бороться За каждый раунд В этом противостоянии Что одни Что вторые Ну и выход Доплент у нас намечается Редзард падает Уже на машине Находится Отличный минус По понцику Так же Он заметил Своего оппонента Стрелить не получилось Эксус Фух Вот стоит отметить Игру Эксуса Он здорово Отлично Просто Суперски Вырезает Вообще всю Хлупу Очень часто Он это делает И очень часто У него это получается А тем временем Бомба просто Лежит под Т-спавном И будет свободненько Убегать на Аплент А Там просто Пустота Пустота В плане того Что КТ там А мы Находимся На шапте Пытаются Нашивать Смок Но Какие-то Плюсы Нашив Смок Абсолютно Никак Вообще Не дается Потому что Бомба ставится На Апленте Коннектор Закрыт Понимают Ребята Из Прайда Что Скорее всего Это будет С окна Либо Коннектор Ну Уже спалился В общем-то Мэти Понимают Теперь все Более точно Еще флешки Кстати остались Хорошо так Подзадержали На пару секунд Ну и теперь Мэти С двух разных сторон Кроссфайром Будут забирать Даже Кроссфайр Не понадобился Нормально Так АВП Залетело Ну и Нормально 9-6 Рабочая ситуация Что для одних Что для вторых Тут АТБ Стоит Поднажать Взять пистолеточку И далее Там Все нормально У них может быть Потому что Ну Мираж Позволяет Мираж Такая карта Что Окей Хочешь играть Хочешь Камбетчить Без проблем Камбетч Вот такие дела В исполнении Этих Польских Коллективов Ну и Тут Надо цепляться На самом деле За пистолетку Ребятам Из АТБ Надо очень Круто цепляться И Придумывать Что-то Поинтереснее Чем они могли Предложить Во всяком случае В первой половине Своим оппонентам Ну а там Далее будет видно Камил уже Минусует Своего оппонента Мичи падает Ну и тут Опять проблемы У АТБ намечаются Мичи уже отвалился Но правда Аплент заняли Аплент заняли И все хорошо Все хорошо И посмотрим Насколько Это будет хорошо Потому что Реб вылетает Из джангла Минусует Своего оппонента Цецик работает Минуснул Рецер Реб отвечает По цецику Ну и У Реб на самом деле Один хп остается У Мэти Также 6 хп Красный Ну и двое Игроков команды Атаки Находятся В пяти Мэти уже Отваливается Ну и у Дарка Там на самом деле Хп побольше Но Проблемы на самом деле Такие же Бомбы раздефьюзили И Все в общем то Фух Ну прайды на самом деле Запотели Круто Молодцы Здорово Запотели Все хорошо У них получилось Но Перестрелка Вот эта под коннектором Решила очень многое Потому что Ну Как бы окей Зашли поставили бомбу Хорошо Но Выбивание Было вроде как И уверенным Вроде и потеряли Народу Но Остались краснючие Игроки команды Атаки И там На самом деле Вот именно из-за этого Проблем вырисовывалось Больше чем Достаточно И вот тут Проблема У Тецека Товарищ Тецек Что же вы там сидели Выжидали Да Выжидал он хэдшот От своего оппонента В общем Как мы увидели Рэпа минусует Понцика Мэти Отличный Головашот Хорош Игл Здорово реализовал Тут еще залетают В окно Не ожидает Камила В окне Своего оппонента Мичи Моментально Муминусует Камила Вылетает Тут на броне Рэпа Стреляться С успик И даже не стал Доставать Энку Свою Морел На медле Забирает Последнего Мэти Ох Нормальный Такой Головашот Ну Позволяет Позволяет Скил игроков Делать Такие Мувы Все нормально На самом деле Прайд уже Как-то Опасно ведут Для АТБ Потому что Ну 6-11 Возьми еще один раунд Двухратное преимущество Минус мораль Для АТБ И слитая катка Как следствие Да Ну Подсобраться надо На самом деле Вот Сейчас Как никогда Лучший момент Есть девайсы Есть Все возможности Для того Чтобы взять раунд Тем более Два фармгана Находятся в руках Прайдов Ух АТБшник Придумывайте Чего-нибудь Уже давайте Потому что Ну такое Такое отпускать Во всяком случае Нельзя Потому что Ну 6-11 И там Просто уже Моралька Поплывет Поплывет А ТЦик такой Бегает по Т-спавну И думает Где же мне новую взять Хочу новую И давайте мне новую Я буду с нее играть Как бы Ну Че мне ваш калаш С новой вроде Как бы Не всегда залетала Но Зато хайлайт Там Нормально Отлетали Понцик Прочувствовал Прочекал Морелла Хороший Понцанк Не уснул Но Поплывет Он все равно Залетает Самый удивительный И ТЦик становится Очередной Женкой О боже Мэти Проходя по шарту Сделал минус Дарка минус Ну еще Камил падает Ну и 4 в 1 И вот он Когда если не сейчас Для АТБ А Именно сейчас АТБ Сбирает Этот раунд Что в принципе Для них является Огромным преимуществом Потому что Отдая не этот Денег нет Двухкратное преимущество У Прайд И там Ну все реально Плохо И как-то Ну Раскомбейчиться Было бы гораздо Тяжелее Чем если они Начнут Браться за дело Именно сейчас Если они Начнут Браться за дело Именно сейчас То Вполне возможно Что у них На самом деле Все получится Во всяком случае Мы с вами Явно И не такое Видели Что Были вообще Какие-то невероятные Камбейки И здесь как бы Не надо Титанических усилий Для того чтобы Выйти на Равенство Ну и на Возможное преимущество В перспективе Что ж Посмотрим Пока по деньгам Ну Какие-то деньги Есть у АТБ Там подсейвились Нормальные ребята Много не потеряли Ну и нормально Матч на паузу Кстати ставится Возможно Хотят что-то Обсудить Ребята из Прайд Для того чтобы Ну Придумать какую-то Сверхидею Как додавить Своих оппонентов Или Что-то В этом духе Например Посмотрим Посмотрим Пока Пообсуждают Я думаю Товарищи Как одни Так и вторые Возможно У кого-то Технические вопросы Какие-то Произошли Нам этого К сожалению Пока Неизвестно Но Так или иначе Матч на паузе И дальше Будет интереснее Развязка уже Я думаю Что не так далеко Было бы круто Увидеть На самом деле Допы Такие напряженные Польские Потные Допы Было бы здорово Я думаю Мы все с вами С удовольствием Были бы Понаблюдали Снимается Пауза матч И мы начинаем 19 раунд На ваших экранах АТБ против Прайд Польская Дверка Тецк Влетает на Middle Такой Чувак В окне Сторонись Окей Ну и Тецк Очень Добавный парень На самом деле Надо будет Поинтересоваться Больше этим игроком Ну Пока так Пока так Мэти тем временем Проходит по шорту Рэпл ему говорит Товарищ Ты дальше не пройдешь Мэти отваливается Ну и Прайда в численном Большинстве Находится Тецк Находится в коннекторе Пока Смог лежит И Каких-то активных действий АТБ не предпринимают Бомба пока находится Под медлом И Уходить ребята Будут скорее всего Под бэплэн Тецк Кстати Сделал По камилу И просто тут Ох Жара Жара Мичи сделал просто грязь И бэплэн свободен На самом деле О Не настолько свободен Как говорит Рэплэн Но Дарка и Тецк Закрывают этот раунд АТБ Хорошо 8.11 Что дальше Прайды Нужно что-то предпринимать Что у нас там По тубуляции Так Камил Рэплэн Хорошо По 13 фрагов Есть также Пятнашка У Эксуса Морел Также не сильно Отстает Кстати Неплохо Все ребята Из прайда Стреляются И нормально У всех плюс-минус Равное количество Фрагов Ну тут Немножко Подзакинул Дарка с мать И у АТБ Но в целом Как бы тоже В основном равенство Что в принципе Говорит о том Что Конкретно Ролуонящих Выпадающих Из игры Каких-то там Игроков Нету Прочек Он хорошо Понял С твоего оппонента Настреливают В угол Наверное До конца Закидают Его Фаешку Взорвали Все-таки Камила Не дали ему Нормальный Андерпасс Прожать Ну Хорошо Законтролили Рэплэн Вышел На броне Подпармил От Эцека Вот Эцека Как-то странно Через раз Очень залетает Иногда Какие-то Полухайлайтные Темы залетают Иногда Дефолт Вообще Не заходит Абсолютно Рэп еще На морозе Вылетает Не дали уйти Мичи Тут Хорошо Разменял Своего тиммейт 3 в 3 Ситуация Ну и Три калаша Против трех Эммок Одна с глушителем У Морелла Ну и посмотрим Бомба Пока лежит Скорее всего Под б-плэнт Именно Она находится Возможные Под б-плэнты Будут выходить Но тут Эксус думает По-другому Минуснул Двоих оппонентов Понцик Последний Калаш в руках Есть молотов Есть смог Ну можно На самом деле Постараться Тут Редзард Уже находится На т-спавне Будет возможно Перетяжку Понцик На Аплэнт Забирать Ну а Понцик Зашел в мидл И будет с коннектора Выходить в Аплэнт Бомба на руках Есть И Как минимум Бомбу поставить Желательно Потому что Ну Что у нас там По деньгам По деньгам В принципе Все не так уж и плохо Но Как мы знаем Лишние деньги Это Не лишние деньги А вполне нужные Потому что Деньги Всегда нужны И Понцик Бомбу кстати ставит Очень странно Проспали товарища Понцика На Аплэнте И Ну правда Разобрались с ним Без проблем Но Так или иначе Бомбу он поставил Устанул свою экономику И Ну не стоило На самом деле Прайдом Тут как-то Давать Такую надежду На Получение Дополнительных денег Команды АТБ Ну проспали Проспали С кем не бывает 12.8 12.8 И По деньгам Все плохо Что у одних Что у вторых Есть там Морел 2.700 Ну а в целом Не больше 2.000 У обоих Коллективов На руках Находится Понцик Уже там Немножечко Хаешкой задели 7.ХП сняли Ну Управлять это будет Вряд ли Морел еще Зацепил флешки Своего тиммейта При парном При парной игре Шарта Ну и пока Тишина Тишина Основной стек Кстати находится Под Аплентом И скорее всего Туда будут выходить Игроки Команда Атаки Мичи Моментально Минусует Резард Выход в Аплент Пошел уже Камил Находится В упоре Рэпа Минусует Джангл Своего оппонента Очень поздно Накинулись Маги Тицик падает Камил Разваливает Мэти Дарк Ментально Разменивает Окей 3-3 ситуация Эксус Минусует Мичи Дарк Последний Остается Эксус Кстати Здорово Очень играет Последние Нескро раундов Делает стабильно 2-3 минуса И Дарк Последний На голове Находится Ментал Подкидывает Понимает Что это его оппонент Находится здесь Минуснул Эксуса Ну Такое На самом деле Минуснул Также и Рэпа Ну и Клач Слуатся Морел Хорошую точку Поставил По своему оппоненту В голову Попал 13-8 Прайды Хо-хо-хо Ну Нормальная Заявка На победу От прайдов Сказать Что это Ожидаемо Ну Возможно Но Я думаю АТБ Могут лучше АТБ Могут Определенно Лучше И Просто Чего-то Им не хватает Возможно Какого-то Небольшого Понимания Игры Команды Оппонентов Хотя Как бы Обе Команды Из Польши Ну и Плюс-минус Должны понимать Кто кто играет А тут просто Ханалия Происходит На слейде У нас Минус 4 Вообще безответных Рэпа Там чуть-чуть Накидали Пол хп сняли Но Дарк П250 Броня есть Есть Нифа Морел Есть Голова И до свидания 14 раунд Прайда оформляет Свою копилку 8-14 И Судя по всему Это точка невозврата Для АТБ Потому что Ну 8-14 Это уже Сложно Сложно И Тут надо Принимать Какие-то Недюжные Недюжные Действия Там Просто какие-то Нереальные Для того чтобы Пытаться сравняться И Не дать выйти на матч Пойд Прайдам Это будет довольно легко А Прайдам Сейчас мне кажется Стоит играть Более закрытую Хотя Рэпа говорит Нет Он и Контакт сыграет Нормально Дарк минус нуу рэпа Моментальная серия Разменов Тут просто 2 в 4 остаются Последний мэти И матчпоинт для команды Прайдам Да Ну Как-то вот Сейчас разыграли Очень Походу поняли Что В камбэшн Им не дозвониться И Телефон Там Не доступен Для АТБ Сегодня А у Прайда Все хорошо Ну Окей Хотя Мне кажется Стоило побороться Ну там 2-3 раунда Еще отыграть Ну Просто было бы Интереснее На самом деле Мэти уже Минусует рэпа Оставляет игроков Команды защиты Вчетвером А вот и возможно Нереализованный Матчпоинт В перспективе Пока Под мидлейном Там Товарищи Команды атаки Прыгают Редзард Откидывает Смок на пи Для того чтобы Какой-то Сумасшедший товарищ Не выбегал Не выбегал Там на броне Не минусовал Там Минусы Дикий не давал По-моему Как понцы Казар вылетает С деглом Минусует Эксуса Такой Дегло Окей Ну Хорошо 2-3 ситуация Мич ударка Последний И девайсы Такие себе На самом деле У этих парней Все 8-16 Двукратное преимущество И прайды Выигрывают Это противостояние Дальше нас ожидает Трикет и Дигхаус Последняя встреча На сегодня Гоуцель Пятый сезон Арчево микрофона И Совсем чуть-чуть Матч скоро начнется Далеко не уходите Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok